Не часто секретные операции Масада и Цагала становятся достоянием гласности. Но перехват в марте в Красном море судна Клос-Си с оружием для палестинских террористов был предан максимально широкой огласке. Более чем когда-либо Израилю было важно показать истинное лицо миролюбивого Ирана. Операция так и называлась – полное разоблачение. Не возвращаясь к оперативным деталям этой, безусловно, одной из самых успешных операций израильских военно-морских сил, вспомним лишь о любопытных моментах, что-то вроде заметок на полях. Трофеи с корабля Клос-Си были представлены дипломатами прессе, так же, как и после перехвата кораблей Карин-Эй в 2002 году и Викторию в 2011. На сей раз журналистов было намного больше. Но главное – никогда прежде в нашем распоряжении не было столь подробных видеоматериалов. Перехват в районе Эритрея сухогруза, идущего под панамским флагом, подъем на судно израильских Камандос, обнаружение контейнеров с оружием и его выгрузка в Элладском порту – все это было снято, выложено в интернете и опубликовано в прессе. Есть даже видеозапись о том, как израильские моряки после операции встречают наступивший Шаббат и возвращаются на берег. Весьма трогательно, но это, как говорится, для внутреннего пользования. Но все остальное было, безусловно, предназначено для закрывшего глаза и уши мирового сообщества. Нет сомнений, захваченное оружие – это свидетельство возобновившейся дружбы между Хамасом и Ираном. Общая ненависть террористов и айтолки Израилю оказала сильнее их разногласий по Сирии. Подарок террористам весьма щедрый. 40 ракет М-302 с радиусом 160 километров, то есть Иерусалим, Тель-Авив и дальше. Минометные снаряды иранского производства, патроны. По общему весу и количеству этот груз может и не самый большой из перехваченных прежде, но, безусловно, самый мощный и разрушительный. Но, вопреки очевидному, Запад закрыл не только глаза и уши, но и рот. Обычный Израиль в центре всеобщего внимания, а здесь – скупые сообщения и редкие вялые осуждения. Ведь так нет стати, перехваченное оружие совершенно не вписывается в западную доктрину мирного Ирана. Тем более, сам Иран все отрицает. В то самое время, когда перехваченные ракеты были выгружены здесь, в Айлате, представители Запада улыбаются и пожимают руки иранским лидерам в Тегеране. При этом стоит нам пристроить балкон к квартире в Иерусалиме, как международное сообщество обрушивается на Израиль с резкой критикой. Это лицемерие не только аморально, но и опасно. Так же, как Иран пытался скрыть эту смертоносную партию оружия, он скрывает свою военную ядерную программу. Шум, поднятый израильским правительством вокруг перехваченного корабля, смутил не только Запад. Нашлись и отечественные критики этого, по их мнению, неуместного праздника. А газета «Гаарец» и вовсе сравнила израильских моряков с амалийскими пиратами. Ну да, судно ведь было торговым. Ответ, на мой взгляд, на этот вопрос совершенно очевиден. Он у меня за спиной. 40 ракет радиусом действия 120 километров. Каждая из них способна нести боеголовку до 150 килограммов. Что это за ракета, израильтяне знают по Второй Ливанской войне. И когда встает вопрос о цене человеческой жизни, то вопрос о пиратской акции, в кавычках, конечно, отпадает. Тем более, что у меня серьезные сомнения в нелегитимности такого рода акции, поскольку израильтяне получили разрешение у Панамы, а сухогруз, я напомню, шел под панамским флагом. Сегодня западные страны в соответствии с международным правом останавливают суда для проверки, чтобы предотвратить переправку оружия и боеприпасов террористическим группировкам. Это законно. Так делают США, Британия и другие западные страны. Как раз в этом случае, обратите внимание, наша флотилия захватила корабль, не применяя оружие, а остановила его и поднялась на борт только после разрешения капитана. Понятно, что задержание в открытом море и высадка на чужой корабль – это требует серьезных аргументов. И вот Израиль их и предъявил. Оружие, которое должно было обрушиться на голову наших граждан, прибыло сюда, а не в Газу. Это и объяснение всему. Видимо, по мнению думающих людей из Аарец, эти ракеты нужно было перехватывать в Тель-Авиве. Или вообще не перехватывать. Так нам не надо государство-оккупантов. Либеральный мазохизм израильских левых часто доходит до абсурда. После окончания церемонии уже отъехавший автобус с зарубежными корреспондентами неожиданно снова вернули в морской порт. Премьер-министр Анатаньягу пожелал лично поблагодарить журналистов за то, что приехали так далеко, за правдивую информацию, которую они, возможно, опубликуют. Возможно. Но хотят слышать Израиль или нет, он должен продолжать кричать и бить в набат. Иного выхода нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok